Всем привет, с вами Фантом. Безусловно, существует огромное количество фильмов ужасов, которые сильно пугают многих зрителей. Но реальные истории, ставшие основой кинокартины, о которых сегодня пойдет речь, пугают еще больше. В этом ролике я расскажу вам про 7 фильмов, которые были сняты на основе реальных событий. И перед началом ролика хотелось бы посоветовать вам канал Алекса. Страшные игры, смешные монтажи и уйма эмоций. Канал действительно достоин внимания. Ссылка находится под роликом. Зайдите и сами все оцените. А вот теперь начнем рассказ о 7 страшных фильмах, в основу которых легли жизни настоящих людей. Поехали! Седьмое место. Изгоняющий дьяволой. Один из самых шокирующих и по-настоящему страшных фильмов, это фильм Уильяма Фриткина «Изгоняющий дьявола». Выпущенный в 1973 году, фильм рассказывал о 12-летней девочке по имени Риган, которая стала одержима древним демоном. По сюжету, два католических священника пытаются изгнать демона из тела девочки. У автора романа, на котором основан фильм, идея написать его возникла после случая, произошедшего с мальчиком по имени Роланд Доу или Робби Мангейм. Он родился, предположительно, в 1936 году и жил в штате Мэриленд с семьей, которая и начала замечать связанные с ним странные явления, такие, как самопроизвольно движущиеся фотографии и царапающие звуки. В 1949 году два католических священника из Сент-Луиса провели несколько обрядов экзорцизма. Когда они это сделали, мальчик начал говорить на латыни, хотя никогда не знал этого языка. Также он начал плеваться, а сыпь на его коже вдруг изменилась, из нее сложились слова и цифры. Годы спустя Уолтер Хеллоран, один из священников, участвующих в экзорцизме, сказал, что мальчик, возможно, просто повторил латынь, которую ему говорили священники. Он действительно плевался и на нем действительно была красная сыпь, но она не принимала различные формы. Шестое место. Детская игра. В этом фильме ужасов серийного убийцу, практикующего вуду по имени Чарльз Ли Рей, убивают в магазине игрушек. Его душа перемещается в ближайшую куклу, а кукла затем попадает в руки шестилетнего мальчика Энди. Куклу называют Чаки, и она начинает убивать, а душа убийцы, заключенная в ней, пытается завладеть телом Энди. Это звучит безумно, однако у Чаки был прототип, реальная кукла по имени Роберт. В 1903 году трехлетний Роберт Юджин Отто получил куклу от слуги из Багамских островов. Отто назвал куклу в честь себя, и с тех пор они были неразлучны. Вскоре после этого родители Отто начали слышать два голоса, доносящихся из спальни мальчика. Один голос принадлежал Отто, второй нет. Каждый раз, когда родители входили в комнату, все было в порядке. Отто вырос, женился, но так и не избавился от своей куклы. Она сидела в его комнате в доме в штате Флорида. Проходящие мимо дома дети клялись, что кукла иногда смотрит на них из окон, причем из разных. В середине 70-х годов Отто и его жена умерли, и в дом, где остался Роберт, переехали новые жильцы. Они утверждают, что время от времени слышат хихиканье, а лицо куклы сильно изменилось. В 1994 году Роберт был передан в музей Ки-Уэста, и был помещен под стеклянную витрину, где его можно увидеть и сегодня. 5 место. Открытое море Этот малобюджетный фильм 2003 года основан на ужасной истории. Что будет, если нырнуть с аквалангом посреди моря, а лодка, с которой вы ныряли, уйдет без вас? Именно это случилось с семейной парой из Баттон-Руж, штат Луизиана. 25 января 1998 года, 34-летний Том Лонерган и его 29-летняя жена Эйлин вошли в состав группы дайверов, которые отправились к рифу святого Криспина. Лодка с дайверами ушла до того, как Лонерганы вынурнули на поверхность. Никто не заметил, что пара пропала. О них вспомнили только через два дня, когда на лодке нашли их сумку. После этого была начата поисковая операция, но никаких следов пары найдено не было. Считается, что они утонули в море. В фильме «Человек-мотылек» с участием Ричарда Гирой, жизнь репортера Джона Кляйна превращается в хаос, когда он и его жена попадают в автокатастрофу. Ему не дает покоя образ большого существа с большими красными глазами и серыми крыльями. Это существо он видел до аварии. Потом Джон оказывается в Пойнт Плезент, штат Западная Вирджиния. При этом он не помнит, как туда попал. Оказавшись там, он начинает расследование о других случаях наблюдения этого загадочного существа. Вскоре Кляйн понимает, что существо всегда появляется перед трагедией. В трейлере к фильму говорилось, что «Человек-мотылек» основан на реальных событиях. Начиная с 15 ноября 1966 года по 15 декабря 1967, десятки людей в Пойнт Плезент сообщали о том, что видели большое существо. Похожие на гигантскую моль с большими красными глазами. Все эти наблюдения произошли накануне обрушения моста Сильвер-Бридж. Он обрушился во время час пика, 48 человек погибли. По мнению некоторых, гигантская моль была послана для того, чтобы предупредить местных о надвигающейся катастрофе. После того, как мост рухнул, мы только в Пойнт Плезент больше не видели. Третье место. Город, который боялся заката. Это фильм, действие которого происходит в маленьком городке штата Арканзас. История рассказывает о том, как человек, одетый в белый капюшон, убивает случайных людей в течение четырех месяцев. В основу фильма были положены убийства, происходившие в 1946 году. Происходили они на протяжении десяти недель. Человек, используя пистолет, расстрелял восемь человек. Только трем из них удалось выжить. Двое из выживших сказали, что он был одет в жуткую маску. Маску из белой ткани с отверстиями для глаз. Все эти убийства до сих пор остаются нераскрытыми. Второе место. Потерянный. Фильм, вышедший в 2006 году. В нем рассказывается история психопата по имени Рэй Пай. Пай – 20-летний парень небольшого роста, пользующийся успехом у девочек-подростков. Однажды ночью, во время похода со своими друзьями, Пай убивает двух невинных девушек из соседнего кемпинга и заставляет своих друзей помочь ему скрыть следы преступления. Спустя год друзья так ничего и не рассказали о его преступлениях. Однако психика Пая не выдерживает и он сходит с ума. Прототипом Рэя Пая послужил Чарльз Шмидт. Популярный и богатый 20-летний молодой человек, живший в городе Туссон, штат Аризона. Шмидт тоже был невысокого роста и носил ботинки на высокой подошве для того, чтобы казаться выше. А еще он наносил на лицо макияж для того, чтобы скрыть родинки. 31 мая 1964 года подруга Шмидта по имени Мэри Френч и ее друг Джон Сондерс познакомили его с 16-летней Эйлин Роу. Через некоторое время Шмидт изнасиловал Роу, а потом забил ее до смерти и сбросил тело с высокого утеса. Затем его друзья помогли ему похоронить тело убитой. Спустя год тело Роу все еще не было найдено и никто не знал, где ее искать. Однако Шмидт признался своей новой подруге Гретхен Фрис, что это он убил Роу. В августе 65-го года Шмидт собрался порвать с Гретхен. Но когда он попробовал сделать это, она заявила, что пойдет в полицию и расскажет об убийстве. Шмидт задушил ее, а затем убил ее 13-летнюю сестру Венди. Их тела он затем похоронил в пустыне. Однажды Шмидт показал места захоронения другу, который и обратился в полицию. Шмидт был приговорен к пожизненному заключению и трижды пытался бежать. 20 марта 70-го года Шмидт был убит в тюрьме. Первое место. Волчья яма. Волчья яма это австралийский фильм ужасов о трех туристах, пути которых пересекли с серийным убийцей Миком Тейлором. Это был ужасный монстр, который бродил по австралийской глубинке в поисках новых жертв, чтобы убить их и снять с них кожу. Все это довольно страшно, не так ли? Однако у фильма есть вполне реальная основа. Она снята по мотивам серийных убийств, совершенных маньяком по имени Иван Милат. Как и его коллега в фильме, Милат охотился на туристов в австралийской глубинке. Он вырос там, был охотником и использовал свои навыки, чтобы делать ужасные вещи. В отличие от Тейлора, Милат не сдирал кожу со своих жертв. Однако он был не менее жестоким. Милат отрицал свою причастность к убийствам даже тогда, когда было обнаружено несколько наполовину разложившихся тел. На телах были обнаружены доказательства того, что все эти люди погибли ужасной смертью. Многим из своих жертв Милат наносил удар ножом в основание позвоночника, что вызывало паралич. После этого он либо расстреливал неподвижных людей, либо избивал, а потом обезглавливал их. Тела он просто бросал в пустыне. От его рук погибло как минимум 7 человек. 27 июля 1997 года Милат был осужден на 7 пожизненных сроков плюс 18 лет. На этом топ из 7 фильмов ужасов, основанных на реальных событиях, подходит к концу. В очередной раз убеждаемся, что самое страшное происходит далеко не в кино, а в реальной жизни вокруг нас. Будьте осторожны! А с вами был Фантом, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и вступайте в группу ВКонтакте. Всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok